Здравствуйте! Сегодня разговор у нас, как мне кажется, будет из разряда «женщина – тоже человек». Потому что есть такие вещи, в которых, мне кажется, мужчины и женщины равны, и их очень много на свете. С другой стороны, возможно, я чего-то не знаю, потому что в этой теме я скорее теоретик, а в гостях у нас практик. Представляю в студии Яна Петухова, член комитета по развитию женского предпринимательства Организации «Опора России». Здравствуйте! Здравствуйте! Основатель двух компаний, участник проекта «Мама-предприниматель» и, собственно, «Мама-двоих детей», то есть на лицо успеха в личной жизни и в бизнесе. Вот у меня самый первый вопрос – как вы решили стать предпринимателем? На самом деле очень простая история, история на миллион, как я ее называю. Одна из миллионов, потому что мне предложили заниматься, собственно говоря, бизнесом, когда я поехала продавать свой любимый кабель. Приехала, мне сказали, я рассказываю, как его можно продавать. Мне говорят, хочешь заниматься бизнесом. Вот такое поступило предложение. А кабель откуда взялся? Кабель взялся, потому что кабелем я торгую с 2003 года, работала в торговой компании, работала успешно коммерческим директором, продавала. Ну вот в один из прекрасных дней, волею и случаю, мне сделали предложение, от которого я не могла отказаться. Думала полгода, могу сказать, что так долго думать нельзя, потому что такие шансы бывают один миллион. Вот. И поступило предложение, я стала заниматься. Просчитала, решила, как это будет все происходить, кому я буду продавать, как я буду продавать, как я это буду делать. Ну, собственно, сегодня шесть лет компании, как я занимаюсь самостоятельно. Угу. Полгода думали, почему так долго? Что останавливало? Может быть, кто-то не так воспринял ваши… Да. Скажу, что, наверное, это у каждого происходит. В начале пути это страшно. Страшно думать, господи, здесь все хорошо. Угу. Здесь все идет своим чередом, все налажено. Я коммерческий директор, у меня прекрасная зарплата. Ничего не надо мудрить. Ну, на самом деле, вот эта нота своя, которая, как ее назвать, свое либидо, наверное, свое эго говорила, что, Яна, ты можешь больше. Угу. И вот эти полгода, наверное, я хулила и леяла эту мысль и надежду. Но когда я в итоге села, просчитала, когда я все рассчитала и увидела, что я могу и я буду в плюсе, ну, почему нет? Угу. Окружение поддержала? Знаете, я такой образ приведу. Есть смайлик очень хороший в клавиатуре, такой рука-лицо. Это вот так. Окружение сказала, господи, Яна, что тебя не устраивает? Что случилось? Они заглядывали мне в глаза, говорят, что происходит? То есть не очень. Ну, скажу, что муж первый сказал, когда мы просчитали бизнес-план, и я сказала, он будет в плюсе с первого месяца. Он говорит, да не может быть. Это первый человек, который мне не поверил, но это первый человек, который меня потом поддержал в дальнейшем. То есть он был всегда рядом, помогал, я где-то приходила, говорю, так, не получается. Он первый человек, который мне действительно помогал, поддерживал. Это моя семья, это мой муж, это мои близкие. Угу. Вот опять же поймала себя на мысль, что я сказала предпринимателем, а не предпринимательницей. Вот все равно вот к этому у нас какое-то все равно отношение там. Предпринимательница. Ну, на самом деле, когда говорят, вы занимаетесь бизнесом, тут уже не важно, кто им занимается. Ага. Потому что бизнес нужно уметь делать. И если ты не умеешь делать бизнес... Вот тут нет гендерного вообще никаких мифов. Вообще. Я всегда говорю, никогда нету в бизнесе гендерного признака. Ага. Деньги есть деньги. И стоит за ними мужчина или женщина, если он умеет или она умеет распоряжаться и делать с ними что-то правильно, делать бизнес, то в любом случае это получится. Значит нет, значит нет. Ну, тем не менее, женский, так я его называю для себя женский комитет, то есть комитет по развитию женского предпринимательства, тем не менее, все равно мама предприниматель. Почему? Почему женщины выделяют все-таки в отдельную категорию? Ну, я скажу так, может быть, здесь есть некоторый фон, что мама, может быть, наша ментальность, что женщина должна заниматься ребенком, детьми. И это должны быть какие-то направления деятельности, которые будут символичны очень. А у меня абсолютно обратная история. Мы ехали тут недавно в командировку и у нас в машине в одной мы сидели. Я занимаюсь кабелем-электрикой, коллега занимается противопожарной сигнализацией, третья логистика, четвертая лесопилкой. Я говорю, девочки, что происходит? То есть ни парикмахеров, ни стилистов, ни парикмахеров, ни стилистов. У бизнеса одно лицо. То есть если вы умеете это делать, то вы этим занимаетесь. Что для женщины, конечно, здесь получается, у нас есть дети. Я ж мать. Здесь каждый должен понимать, что семья у меня на первом месте. Видите, бизнес это уже на втором. И это возможно? Это возможно. Конечно, это возможно. У меня двое детей, я прекрасно с ними коммуницирую вечером. Бизнес до шести. После шести это мои дети. В выходные это только мои дети, моя семья. Я четко для себя разграничила, что нет другого. И своих коллег отправляю. Ребята, до шести давайте занимайтесь своими личными делами. В рабочее время вы эффективны. Все, что после шести, это ваша семья, это ваша личная жизнь. Только так. Если я буду все время посвящать свой бизнес, то что тогда семья? Ради кого я двигаюсь? Ради кого я делаю мой бизнес? Только ради семьи. Поэтому семья на первом месте, бизнес на втором. Четкая градация. Зачем тогда комитет по развитию женского предпринимательства? В чем его задача? Зачем вам это, если у вас и так все получилось? Ну я скажу, что здесь задача комитета не просто развивать женское предпринимательство. Это такое сообщество, бизнес-сообщество женщин, которые умеют руководить, умеют организовывать. Потому что действие комитета не только про деньги. Бизнес про деньги. А то, что делает комитет, мы делаем проекты для детей, для детей с ограниченными возможностями, для детей молодежи, которые можно отблечь, которым можно дать что-то ценное и интересное с нашей точки зрения. Может быть, как найти бизнес-идею, как стать лидером, как развить какие-то качества, которые им в дальнейшем помогут. Не чтобы профессия их выбирала, а чтобы они выбирали свою будущую профессию. Но есть ли какие-то, может быть, там, не знаю, черты характера, которые приписывают женщинам, и они действительно им присущи и действительно помогают вести бизнес? Я все-таки пытаюсь дойти до... Я скажу однозначно. До женщины-предпринимателей. Мама-предпринимателей. Есть такое у меня... Я в детстве смотрела мультик, там была мама-обезьянка. Вот у меня хороший образ с ней складывается. Ой, это любимый образ многих мам. Которая много что успевала, да. И я всегда... Но она там иногда одних и тех же детей мыла по три раза. Ну, слава богу, у меня их двое, я их мою. Они сами уже моются, возраст уже позволяет. Но, тем не менее, можно успеть все. Все, это мой девиз по жизни, и поэтому можно успеть все. И быть и мамой, и быть в бизнесе, и быть при этом еще в общественной деятельности, что-то еще полезное, что-то оставляешь после себя. Если в семье все хорошо, после себя ты можешь оставить что-то такое, что-то достойное. Хорошо. Если мы с вами здесь, в этой студии, не выделяем женщина-предприниматель как в отдельную категорию, государство все-таки впишет у себя в программах по популяризации бизнеса. Там мама-предприниматель, женщина-предприниматель. Там сделано там мамиными руками и так далее. Тогда чем государство действительно как-то особенно может помочь женщине-предпринимателю? Ну, вы знаете, есть на сегодняшний день самое удивительное, что я ей никогда не пользовалась, но она есть программа. Это ставка, банковская ставка по процентному кредиту 8,5. То есть это может быть некая инвест-программа поддержки, если вы находитесь на территории Дальнего Востока. Если вы женщина-предприниматель, вы можете обратиться в банк и вам рассмотрят ставку 8,5. Достаточно существенная, низкая ставка сегодня на рынке, которая может в принципе как-то там в дальнейшем помочь для развития. Это не просто ставка, а деньги под эту ставку. То есть здесь вот так. Как-то отдельно, точечно, что вот вы женщина, мы вам поможем, а вы там мужчина, мы вам не поможем. Ну, или мама, и мы вам поможем. У вас трое детей, вы многодетная мать, мы вам еще чем-то поможем. Ну, вообще, на самом деле, я только рассматривала вот эту позицию, что это может быть банковский кредит. Всячески есть поддержка. То есть сейчас структура «Мой бизнес», она активно проводит популяризацию женского предпринимательства. То есть для мам предпринимательства проводятся отдельные курсы. То есть самая главная задача быть мамой и иметь желание открыть свой бизнес, либо свое дело, не обязательно, даже какой-то бизнес. Направление, где вы можете реализоваться, где вы можете свои организационные навыки применить, какие-то, может быть, хобби станет бизнесом. Здесь вот множество моментов. Это обучение бесплатно. Приходите, пожалуйста, ваш зачет – это бизнес-план, ваша бизнес-идея, которую, в принципе, можете дальше транслировать, уже с ней работать. Совершенно бесплатно. То есть какие-то курсы и вот поддержка от моего бизнеса, именно от структуры моего бизнеса, она многогранная. Но я не выделяю для себя, что девочки могут уходить то, что полезно девочкам, мальчики то, что мальчикам. Ну, все это поддержка одна, в принципе, бизнеса. Вот так. А вы вот, кстати, комитетом или просто бизнес-сообществом не делали, может быть, такое исследование, мини-исследование или статистику, а действительно, сколько женщин у нас в бизнесе, и вот что есть женское лицо бизнеса? Честно? Конечно. Я всегда для себя делаю один вывод. Счетом того, что мне говорят, мужское направление бизнеса, какая, в принципе, разница. Но я, наверное, лукавлю по этому поводу, потому что женское лицо моего бизнеса, оно очень полезно. Это некая маркетинговая фишка у нас. Потому что, ну, мы продаем в основном кабель, электрику, который покупает обратная сторона. Это мужчины. Как правило, в стройке, в энергетике у нас мужчины. Если говорит женское лицо бизнеса, у нас в комитете есть девочки, которые занимаются какого-то салона красоты. Но мы всегда, когда разговариваем о каких-то общих там темах ведения организации бизнеса, абсолютно параллельные темы. Мотивация, персонал, деньги, люди и все такое. Какая разница, какое лицо бизнеса? Если я умею его делать, оно может быть и женским. То есть правила управления в сущности те же? Абсолютно. Абсолютно. Я не веду со своими сотрудниками как мама. Я веду как руководителя. Это самое главное. И они идут за мной и знают, что у меня есть силы, какие-то лидерские качества. И они знают, что я самый главный источник энергии для них. Я думаю, что то любой руководитель. Будь то женщина, будь то мужчина. Это самое главное, что должно быть. Угу. Последний вопрос. А что вам доставляет удовольствие? Вот в том самом положении, которое, как выясняется, вы сами себе организовали. Потому что вы предприниматель. Своё дело. Разграничила сама время. Выбрала сферу деятельности именно вот эту. Что делает вас счастливой? Я скажу, самое главное для себя, я заметила, наверное, спустя какое-то время, это то, что я могу реализовывать эти проекты, как что-то остаётся после меня. Вот мы едем, допустим, на Сахалине, понимаем, что стоит микрорайон домов, а мы с первого дома ведём их, снабжаем кабельной продукцией, электрикой, светотехникой. И этот микрорайон вырос вместе с нами. То есть ездим по улице, светят светильники, но я понимаю, что мы приложили руку, поставили сюда кабель, светильники. Это то, что остаётся после тебя, как в песне, да, то, что останется после меня. Но немаловажно, что мне нравится в моей именно работе, моём направлении, это свобода действий. Я делаю то, что я считаю нужным, у меня нет указки сверху. От моего решения эта ответственность большая, потому что от моего решения зависит то, что будет в компании, люди, которые работают в компании. Я чётко взвешиваю, когда я что-то принимаю решение. И здесь концентрация внимания на тебе и на команде. Для меня люди важны, которые со мной работают. Коммуникация с людьми. Вот я от этого очень радуюсь и кайфую, можно сказать так, несколько сленгом. И коммуникация с людьми, именно переговоры с людьми, которыми я могу разговаривать. Разговаривать, вести что-то, доносить какую-то полезную информацию. И то, что остаётся после меня. А потом микрорайоны в огнях. А потом микрорайоны в огнях и улицы в прекрасном белом свете. Спасибо большое. Вдохновляете. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.